Привет всем! Я рада снова видеть вас на своем канале и в этом видео мы будем повторять дизайн из instagram. Я не знаю сколько раз вы мне прислали эту фотографию в директ, поэтому решено видео быть. В принципе мне казалось здесь нет ничего сложного, ну текстура и блестки, но на самом деле у меня получилось третье попытки. В таком дизайне важно подобрать именно правильный цвет, текстура не должна быть слишком темной, иначе дизайн будет как тетно, и слишком светлой, потому что текстуры толком не увидишь. Ну а получилось ли у меня повторить этот дизайн по фотографии, напишите мне в комментариях. Я уже выполнила маникюр и буду наносить базу. База естественно под этот дизайн у меня молочного цвета. Наношу сначала тонким слоем, далее набираю каплю материала больше и делаю выравнивание. Базовый слой у меня получился полупрозрачный, особенно это видно у кутикулы, поэтому в один слой я нанесу еще молочный гель-лак. Для дизайна мне понадобится цвет и топ. Топом мы будем разводить цветной гель-лак. Цвет я выбрала темно-фиолетовый от Nub. Он сам по себе не плотный, полупрозрачный и идеально подойдет для такой текстуры. На палитру я наношу две капли цвета. Одну мы оставляем как она есть, а во вторую добавляем топ. Для декора я постаралась подобрать блестки в тон, хотя при смешивании они все равно окрасятся фиолетовой, поэтому вы можете поэкспериментировать и с другими цветами. Можно добавить эти блестки на ногти уже в самом конце или замешать их с цветом. Я буду добавлять их и в цвет, и потом буду добавлять на ногти. На фото помимо цвета есть еще какая-то белая текстура, и для этого нам нужен гель-лак или краска. Ну а саму текстуру можно делать любой кистью для рисования. Совсем немного набираю гель-лака, и почти торцом кисти я наставляю такие мазки. Мы так уже делали в одном из видео, кажется это была штукатурка, и ссылка сейчас появится на экране. Отрисовали текстуру, просушили и убираем липкий слой и лишний пигмент. Дизайн я буду делать по-мокрому, поэтому белый цвет может у меня потянуться за топом. Наношу тонкий слой топа, отступая по бокам и от кутикулы, чтобы пока мы рисуем, ничего у нас никуда не растеклось. Лучше потом дорисовать кистью. Набираю на кисть полупрозрачный фиолетовый и разливаю цвет по топу. Обратите внимание, как идет кисть. Также мы совсем недавно делали текстуру мрамора, я там подробно в макро все объясняла. Сначала мы наносим полупрозрачный цвет, а затем по мокрому в центр мы добавляем фиолетовый с блестками, затем уже сушим. Еще один важный момент, это то, что нужно делать эту текстуру очень быстро. Здесь долго не посидишь и не порисуешь кистью, потому что цвет очень быстро растекается по топу. Вот мы провели кистью, получился у нас красивый мазок, значит быстро нужно сушить. Чем дольше мы будем пытаться вырисовывать кистью, тем сильнее рисунок будет растекаться и в конце это уже получается не текстура, а просто пятно. Я просушила первый слой и теперь в центр я добавляю еще цвета с блестками. Здесь мы уже работаем по просушенному покрытию, поэтому можно подольше пораспределять и цвет и сами блестки. Блестки мы добавляем прямо в центр, где у нас самый темный фиолетовый цвет. И здесь важно с ними не переборщить, как это сделала я на среднем ногте. Из-за большого количества блесток, естественно, у меня ноготь получился плюшкой, поэтому лучше минимум блесток. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такой дизайн у меня сегодня получился и выглядит, мне кажется, очень даже похоже. Напишите, как он вам, я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по этому мастер-классу. Для этого публикуйте фото в Instagram с хэштегом KarinaKorn. Мне всегда очень интересно, что же у вас получается. Ну а на сегодня у меня все, до скорого новых видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok